День в день, час в час, минута в минуту, радио Болтком Утро на Болткоме Как мы и обещали, продолжаем разговор шахматной темы Действительно, вот мир шахмат, которыми грезили, наверное, в 60-е годы Особенно в Латвии, когда был успех, Михаил Таль стал чемпионом мира Конечно, это привело к буму Я еще застал в 70-е годы, когда проходил международный шахматный турнир в Риге Вот в помещениях театра Дайлес Люди на улицах стояли, потому что там невозможно было приобрести билеты Выходила специальная газета Там каждый день люди просто разыгрывали все партии, сыгранные на этом турнире То есть это было какое-то сумасшествие Я сам помню те времена, когда были всевозможные кружки юных шахматистов Вот сохранилось ли это, насколько сейчас интерес к шахматам продолжается ли, остается ли Насколько молодые ребята привлекаются ли к этой игре, очарованы ли они И вот обо всем этом мы поговорим с Томасом Калнынчем, главной судью Латвийской шахматной олимпиады среди школьников Судью международной категории А также с нами на прямой связи Агнеса Степания Тер-Аветисян Из Рижской центральной гуманитарной средней школы И Агнеса Степания завоевала золото в возрастной группе пятых-девятых классов На латвийской шахматной олимпиаде среди школьников Которая только-только завершилась Буквально в субботу прошел ее финал Доброе утро Доброе утро Начнем нашу эфирную партию Да Ну вот, может быть, Томас, вы расскажете немножко о том Как сейчас, насколько сейчас Вот школьникам и молодым ребятам Интересно играть в шахматы Ну, не потерялось ли это очарование Вот когда Я помню Ну, я все-все ностальгирую Но по тем временам, когда в сквериках там сидели Пенсионеры играли в шахматы Вот на эстраде в Эрманском парке Там прямо вечерами А хотелось бы, чтобы школьники еще сидели, да? Да, конечно Пенсионеры действительно до сих пор там сидят Наверное, уже поколение пенсионеров сменилось Но эта традиция продолжается Школьников там не видно Потому что школьники в основном у нас играют в интернете сейчас В связи с пандемией Эпидемиологической ситуацией Шахматы перенеслись в интернет И я должен признать, что Они пострадали намного меньше, чем другие виды спорта Всего в нашей Олимпиаде Которая одна из тем разговора Участвовало более чем тысячи школьников То есть это достаточно неплохой результат Учитывая, что для многих Хоть такие более опытные ребята уже действительно давно играют в интернете Для многих это был первый опыт такой игры Вы имеете ввиду турнирные или какой игры? Онлайн игры Игры в интернете А насколько это сейчас действительно популярно? Потому что мы все знаем, что когда сидят игроки друг перед другом Там есть свои неписанные правила Тронул, ходи Иногда бывает, что можно Понимать по состоянию психологического своего соперника Насколько он верит в победу или нет То есть вот как его можно дожать Вот это все теряется, конечно А помимо психологии Я продолжу вопрос Коллеги, как происходит верификация? Не жульничает ли кто-то? Не подсказывает ли ему Где-то рядом, там, из-под стола? Да, действительно Вопрос про жульничество Который в шахматы называется читингом В переводе с английского читинг Это действительно в онлайн шахматах Очень большая проблема Наверняка самая большая Да, как вы уже правильно сказали Действительно этот азарт Эта психологическая составляющая игры Теряет в силе достаточно сильно И шахматы в онлайне Скорее всего не смогут По крайней мере в ближайшее время Заменить живые шахматы Все-таки нам этого действительно очень не хватает По вопросу борьбы с читингом Есть платформы На которых проводятся шахматные игры И у платформов есть свои алгоритмы Благодаря которым они вычисляют Также по каким-то подозрениям Мы можем эти партии сами проверить Наши коллеги Коллеги-организаторов И с большой долей вероятности Вычислить Играл игрок честно Или все же нет Еще один из инструментов Как можно проверить Это видеоконференции Сейчас используется достаточно часто Что все игроки подключаются К видеоконференции Будь то Zoom, MS Teams Или что-то подобное И в принципе за ними наблюдают Таким образом это происходит А может быть Если мы Агнесу Степанию спросим Скажите, Агнеса Как вы попали в мир шахмат Что вас привлекло в этой игре Насколько в раннем возрасте Или в более позднем Вы стали играть Ну, 9 лет у меня приехал В гости дедушка и бабушка Из Армении И они привезли Такие очень большие шахматы красивые Сначала я с этими шахматами Играла с дедушком Только в шашки И потом какой-то день Дедушка спросил Хочу ли я попробовать Ну, сыграть в шахматы Сначала он там показал Как фигуры ходят И там Как нужно правильно ходить Дебют какой-то И после того Я уже с ним играла в шахматы И мама это увидела Ну, мне нравилось Шахматы с дедушкой играть Потому что Ну, мне показалось Что эти шахматы Это типа как война На доске просто И мне это очень понравилось И мама просто отправила На кружок маленький И, ну, после этого Мне там очень удавалось Хорошо играть И после того Уже профессионально Начала играть Агната, скажите, пожалуйста Смотрели сериал Наверняка же Королевский гамбит Или ход королевы Он еще иначе назывался Конечно, да Насколько он вам понравился Насколько он был Водушевляет, может быть, как-то Да, мне очень понравилось Это прям как Там мы рассказывали Прям жизнь У каждого шахматиста Можно сказать А скажите Вот этот момент Когда вы играете в шахматы Вы обыгрываетесь Легкостью партнеров И вдруг вы сталкиваетесь С соперником Который, может быть Равный вам по силам Может быть, и превосходит вас Вот насколько поражение Вот в мире шахмат Удается переживать Ну, вот Внутри Вот нас не ранят Ли они Душу Ну, ранят Да Если честно Когда я была маленькая Еще начала играть Когда я проигрывала Я сразу же Начинала плакать Но уже понимала Что, ну Противник сильнее меня И Ну, поражение И поражение Это уже хорошо Потому что опыт И, ну, после того Уже не плакала Уже, ну Немножко расстраивалась Потому что бывает Что была хорошая позиция Или же ничейная Просто какой-то ход Не увидела Или зевнула И да А вы учитесь По каким-то шахматным учебникам Или занимаетесь Педагогами Каким образом происходит Вот становление Учеба Ну, занимаюсь С тренерами Там просто Сама Занимаюсь Ну, книжки читаю Там шахматные Или же Ну, просто играю В онлайне Или С друзьями А, кстати Вот сравнение Онлайн игры И физической игры Ну, вот как вот С бабушкой С дедушкой Вспоминая турниры Что проще Что интереснее Напротив живого партнера Сидеть Или все-таки онлайн Ну, мне, конечно же В настоящем реальности Потому что Так уже Интереснее Ты видишь своего противника Его эмоции Реакции И Ну, там Ну, такая Атмосфера Очень хорошая А в онлайне Ты просто там сидишь У компьютера И все И играешь Это так неинтересно Мне, знаешь, Олег Вспоминается В связи с этим разговором Он только что Агнеса сказала Про эмоции Во время проигрыша И вот ты понимаешь Что противник Тебя сильнее Цитаты из фильма Гая Ричи Револьвер Где вот главный герой Тоже Помнишь Он вспоминает Как он учился играть И вот Единственный способ Стать умнее И играть более умным противником То есть Агнеса в нежном возрасте Это постигло В отличие от взрослого мужика Героя фильма Револьвер А господин Калныч Может быть Вы несколько слов Скажете Вот о том Как вы оцениваете Уровень Нынешних Латвийских школьников Насколько Есть надежды Что из них вырастет Вот новый Михаил Таль Интересный вопрос Про школьников Наверное Надо их разделить На две категории В принципе В раннем возрасте Ребята начинают Уже с 5-6 лет То есть С первого класса Они начинают Заниматься шахматами И именно В этот момент Идет Очень большой прогресс И теперь Ребята Их 12-летние дети Со званием Скажем Кандидата Мастера спорта Уже Далеко не редкость Или у них есть Как минимум Первый разряд По шахматам То Дальше Идет Вот разделение Нужно выбирать Потому что После того Как достигнут Этот уровень Дальше нужно Вкладывать Намного больше Времени Намного больше Усилий И многие Выбирают учебу Просто не видя Шахматы Как свою дальнейшую Профессию Хотя это может быть Действительно Очень интересной Жизнью Так что Сейчас есть Тоже Очень одаренное Поколение детей И Если они В какой-то момент Решатся Что Они действительно Хотят такую жизнь Хотят быть Профессиональным Шахматистам То Все Возможно Действительно Мы можем Дождаться Нового Михаила Таля Но не убивает Ли развитие Искусственного Интеллекта Компьютерных Технологий Вот Этой Азарта Шахматной Игры Потому что Всегда казалось Что Интеллект Естественный Не убивает Потому что Мы все Знаем Что И Самых Лучших Игроков В том числе Каспарова Обыгрывал Дип Блю И Понятно Что Самые Сейчас Совершенные Шахматные Программы Они Играют Лучше Гораздо Лучше Человека И Вот Это Не Обесценивает Ли Человеческую Человеческую Натуру Не Обесценивает Ни в коем случае Потому что Компьютер Это Не соперник Для шахматистов Так же Как Атлеты Бегуны Они не соревнуются С Формулой 1 С Какими-то Быстрыми Машинами Компьютер Это Помощник Для Развития И Который Помогает Действительно Найти Более Глубокие Более Интересные Идеи И Только так Его можно Использовать Сейчас Это Обязательная Составляющая Часть Для Развития Шахматистов Это Дает Более Быстрый Рывок В прогрессе Чем Чтение Книг Возможно Какие-то Лекции И так далее То есть Самостоятельная Работа И Я думаю Что Только вот Участь Действительно У компьютера Понимая Идеи И понимая Почему Он предлагает Такой конкретный Ход Мы только Более Развиваем Свою фантазию То есть Ни в коем случае Это не убивает Не уменьшает Заслуг именно Шахматистов Которые Сами Играют Либо потолка Все-таки Самые талантливые Шахматисты Они Молодые Хотя Казалось бы Вот Дальше Ты накапливаешь Опыт Еще больше Еще больше Еще больше Но мы видим Что в зрелом возрасте Все-таки Шахматисты Не становятся Чемпионами мира То есть Ну вот Они уступают Молодым Да Возможно Очень многое Спрятано В амбициях В амбициях И рвении Желании Доказать Что вот Действительно Ты Ты можешь Что это Твое время Сейчас Вообще Шахматы Это достаточно Энергозатратный Вид спорта Несмотря на то Что В принципе Игроки Почти всю партию Проводят в одном И том же положении Но Работа Та интеллектуальная работа Которая Выполняется За Вот эти вот Несколько часов партии Она действительно Сжигает очень много Калорий И изматывает Это Возможно Один из вариантов Почему Чемпионами мира Сейчас Становятся Достаточно Молодые ребята А говоря Про Вот Некий потолок Который Достигают Дети В каком-то Определенном Промежутке Своего развития Наверное Нужно просто Отметить То что Дальше нужно Больше работать Больше Индивидуально Работать Потому что Этот потолок Он в принципе Очень Зависит От таланта Ребенка Одному ребенку Может быть очень легко Достигнуть этого Другому Не так легко Но Талант Решает достаточно мало И именно Усердность Работоспособность Это вот те главные Ключевые Моменты Которые помогают Шахматистам Развиваться В современных Шахматах Латвии Есть ярчайший Пример Эксминистра Финансов Депутат Сейма Дана Резинца Озола Она сложила Депутатские Мандаты Стала Исполнительным Директором И зампредседателя Правления Международной Шахматной Федерации Она же Фиде Скажите пожалуйста В этой связи Как Фиде Помогает Латвийским Шахматным Маленьким Организациям На местах Какого вообще Финансирования Возможно Шахмата В Латвии Вот какие-то Такие вопросы Связанные С деньгами Работа В этом направлении Насколько я знаю Только начинается Но Есть Множество Проектов Создав Свой конкретный План развития Федерации Могут подать Заявление На поддержку Это поддержка Измеряется В зависимости От уровня Проекта От Его Амбиций От Стратегии Долгосрочности И в принципе Такая поддержка Может заключаться В нескольких Тысячах Долларов Евро Может быть Доходя до десятков Но это деньги Из государственного Бюджета Муниципального Бюджета Или частные Спонсоры Какие-то Предприниматели Или именно Частные физические Лица То что мы Сейчас говорим Это именно Финансирование Фиде Международной Шахматной Федерации Источники Этих денег Мне неизвестны То есть Скорее всего Это спонсоры Тоже какие-то Государственные Деньги И так далее Если мы говорим Про именно Финансирование Латвийской Шахматной Федерации Финансирование Местных Шахматных Проектов То это Муниципальные Учреждения И это Государство В виде ЛСФП Организации Которая Отвечает За Общее Развитие Спорта В Латвии А здесь Нельзя ли Действительно Подключить Все-таки Мы Не так много Стран В которых Рождались Чемпионы Мира По шахматам И наверное Латвия Может гордиться Тем Что она В числе Меньше Десятка Стран И в принципе Организация Шахматных Турниров Своего рода Шахматный Туризм Где Могут Приезжать На какие-то Чемпионаты Или просто Посмотреть На места Связанные С Михаилом Талем Или что-то Еще В развитии Вот в этом направлении Для этого Нужны Очень большие Человеческие Ресурсы В принципе Сейчас Насколько мне Известна Работа В этом направлении Не ведется И вот наш Проект Школьная Олимпиада Это вот Была попытка Что-то начать В этом направлении Кажется Что Сейчас Век Когда люди Очень сильно Спешат Очень заняты Вот эта Романтическая Составляющая Приехать Посмотреть Уже Немного Отпадает Но То что я знаю Это Когда Действительно Здесь проходят Какие-то важные Шахматные мероприятия Турниры Соревнования То приезжающие Из Абсолютно разных стран Первым делом Идут Верманские парки Фотографируются У того самого известного Памятника Михаилу Талем Так что Что-то В этом В этом еще Осталось А потом Они идут На улицу Элизабет И сфотографируются Рядом с новостройкой На которой Написано Таль Резиденс И так далее Ну то есть Есть какие-то Объекты На самом деле В принципе Отличная идея Развивать Вот такой Туризм Связан Валдемар Там дом Где жил Дом Где жил Да конечно же Хорошо Огромное спасибо Мы беседовали С Томсом Калныншем Главным судьей Латвийской шахматной Олимпиады Среди школьников Судьей Международной категории Агнеса Степанет Аватисян Из Рижской Центральной Гуманитарной Средней школы Принимала тоже Участие в эфире Получившая золото В возрастной группе Пятых Девятых Классов Соревнования Закончились буквально На днях В эти выходные Огромное спасибо Спасибо вам Конечно же Желаем развития Шахматом в Латвии Почаще мелькать На международном уровне И получить достойное Финансирование В том числе Соотечественницы Из ФИД Было бы неплохо В конце концов Спасибо